мы сейчас сварим кофе сварим кофе ну что ж нажимаем на кнопку будем ждать когда причет наш кофе ну что ж дорогие друзья добрый вечер в эфире вечерний разговор меня зовут александр стукалов а в гостях у меня сегодня художник-керамист народный мастер республики молдова и вам приведюк ваня добрый вечер значит что я хочу сказать сразу значит дорогие друзья в начале этой недели в музее этнографии состоялось открытие выставки первой персональной выставки пана приведюка как выставка называлась архетипичные архетипичная керамика эксперименты ну так эксперименты в керамике ванна потому что архетипичная потому что ты в своей керамики используешь трипольские мотивы до трипольской керамики которая была на этой территории в том числе да а покажи пожалуйста ну вот именно триполе где вот тут триполе ну вот давайте так я взял это яйцо символ жизни потому что здесь ну в основном самые ходовые символы которые использовались трипольцами то есть вот эти вертикальные линии это потоки энергии земной вот эти линии горизонтальные волнистые это потоки энергии кстати в китайской культуре тоже встречаются такие линии и что они символизируют это потоки энергии а у китайцев это путь огнедышащего дракона вот то есть ну и есть версии что все-таки трипольцы общались во время с китайцами так понятно бери просто чашку с кофе так забирай пусть пусть остынет немного вот и сначала глоточек водички для освежения рецепторов ты ж в курсе да надо сначала что-то меня уже этому давно научил научил да но в принципе для зрителей мне все-таки скажем дорогие друзья турки говорят что надо перед кофе выпить обязательно выпить глоток воды потому что вы должны омыть свои рецепторы а если вы пьете воду после кофе вы хотите смыть изо рта вкус плохого кофе то есть вкус хорошего кофе и то смывать не хочет это пить воду до до да и в кофемолке у александра стукалова да вот так вот окей ну что ж и вот так дальше давайте дальше давайте дальше значит вот это символ победы трипольский символ победы это что там буква аж буква аж да ну это это символ символов символов мало тут около десяти символов но вообще я за недели три когда началась известная история вот с пандемией я начал в интернете у меня было 45 символов но я нашел еще 200 еще 200 еще 200 то есть это было практически письменность у трипольцев тогда письменности не существовало но вот эти символы они символами общались здесь символа семьи символ двух поколений символов трех символ плодородия пшеницы и несколько символов это уже было понятие уже было послание вот вот смотрите значит это связь всего сущего вот этот символ и вот так идем всевидящее око тоже в религии и не только в христианской в разных это символ это берег и у богини плодородия на животе вот нарисован такой символ и с точками да вот у меня в музее на есть богиня и вот у нее такой символ и много символом на спине на на груди много символов тоже трипольских есть вот и а у нее формы формы такие богатые формы но найдено около ста статуэток именно женские женские да на на земле найдено найдено более ста статуэток разных цивилизаций и форма идентична то есть богатство что что впереди значит помнишь эфремов был фантаст да советский и по-моему там в тайце финской или где-то там в лезвии бритвы по лезвии бритвы там давали объяснение почему женщина должна быть большая грудь потому что она должна скромить ребенка широкие бедра для того чтобы она могла выносить и как говорит о том о плодородии о продолжении жизни о плодородии до года жизни жизнь поэтому но есть еще один нюанс вот у макеши вот это плодородие знак плодора так как у детей на голове вот годовалых детишек вот такой ромбик есть то есть это вот плодородие как и получается не только керамиста ты еще историк получаешь? Ну, насчет историка... Потому что вот эти все вещи без знаний истории, если ты искал, что ты искал, сколько ты символов нашел, это же история, это наша предыдущая история. Ну да, это история, история даже так, история цивилизации. Ведь по трипольским символам, по трипольской цивилизации, по тем черепкам, что мы находим, кстати, находим и целый фрагмент, не только фрагмент, а и целые изделия керамические. Ну, я скажу так, у меня с трипольным связана, ну, жизнь, пожалуй, класса седьмого. В Гладианском районе были открыты несколько трипольских поселений. Я тогда, это 76-77 год, примерно так. Ну, раскопки продолжались несколько лет, потом закрывались опять, и мы с друзьями ходили к археологам и помогали им в раскопках. Вот тогда там раскапывал Евгений Яровой. И вот это было, как бы, мое первое знакомство с трипольской культурой. Находили много статуэток, вот, богин трипольских. Таких же, вот, примерно, вот, и нашли около ста на земле разных цивилизаций. Но аутентичное, то есть, вот, богатство. Богатство, то, что, вот, ты говоришь, явно выраженное богатство женское. И потом с трипольской культурой я столкнулся, работая в издательстве Штеинца. Тоже выходила его книга. Редактором работал. И я помогал ему оформлять, рисовать трипольские захоронения, разные вазы трипольские. То есть, вот, в оформлении книги было такое. Потом, потом, да, мы делали одну из передач с Ириной Ропот, Тезауру. Вот, и по, не знаю, счастливой случайности, или так это космосу было угодно, мы в историческом музее, когда были на съемках. Была временная экспозиция. То есть, там есть постоянная трипольская экспозиция, вазы всевозможные, разные сосуды. И была временная экспозиция. И там были вот те фигурки, небольшие фрагменты. Тоже ты находил тогда? Те, вот именно те, которые мы раскапывали там, в Гладиан, в Гладианском на вот этих поселениях морсков. То есть, вот именно те. И там подписано это все. Думаю, ну вот, это же... Это знак. Это знак, да. И потом, в керамике у меня постоянно была серия именно трипольских изделий всевозможных размеров со всевозможными орнаментами, резные. То есть, я пошел как бы через себя пропустил и сделал вот трипольские композиции. То есть, черного цвета у меня резные. Но потом у меня случился такой вот момент. 18-19 год в Кабане, Гладианский район, открыто новое поселение. Экскаваторщик срезал слой земли и сверху с плата посыпались черепки. Я вот ездил туда к ребятам, тоже я с ними. Ну, не несколько дней, но по возможности несколько часов я был с ними и немного раскапывал, вспомнил старое. И что там, что интересно, были изделия целые, нашли несколько сосудов, вот примерно как этот бурлый, чуть поменьше, именно целыми. Но что поразительно еще в трипольской керамике, что большие сосуды могут быть на 30, на 40 литров, они поражают своей аккуратностью исполнения и профессионализмом. Толщина около 5-6 миллиметров. Они были сделаны не на гончарном круге, они были сделаны вручную, просто лепили. Да, и обжигали какие-то печи, тоже были специальные ямы, наверное. В земле, в земле, да. обжигали в земле и нашли они эту температуру, какая должна быть. То есть обжигали, пользовались и до сих пор благодаря их керамике мы знаем свою историю, то есть историю нашего края. Ведь это румынское село и украинское село, это недалеко от Киева, Триполье, Кокутенье. То есть и центр трипольской цивилизации это вот это место. Это мы. Это вот центр трипольской цивилизации. И первый раз нашли поселение, это вот именно Кокутень, это недалеко от Бухареста, километров сорок, это 19-й век, 20-й, 1800, нет, трипольский. Там потом были представлены уже в Европе где-то в 20-х годах уже и в Триполье нашли, потом уже объединили, то есть археологи уже объединили, как бы две культуры решили, что это одна культура, один народ был. Ну вот да, что интересно, да, вот территория довольно-таки большая. Знаешь, вот про раскопки Марк Ткачук же мне рассказывал, что когда они раскапывали около армянской церкви, то там нашли чашечки где-то там в 17-й век кофейные чашки мейсерского фарфора, то есть в принципе тут была жизнь, раз люди покупали дорогие были кофейные чашки фарфоровые. В принципе фарфор намного сложнее уже делать, чем керамику. Это первое изобретение фарфора, да. Да-у-да, то есть это здорово, культура тут была всегда, это радует. Даже нет, первое изобретение это китайцы, потом мейсоновские, и третье изобретение это уже Ломоносов изобрел фарфор. Они не делились секретами изобретения фарфора. А все одинаково, да? Или нет, или есть разница? Нет, ну практически нет разницы, потому что все равно добавляешь ингредиенты, я вот, то, что я делаю с кристалла, у меня основа фарфоровая. Так, секундочку, давай опять вернемся к тебе. Вернемся к тебе. в руках, да, в руках. Это джезве, это джезве. Если мы заговорили о кофе. И в дебрик, турческ, да, хотя бы тоже турецкий кофе пьем. Это огнеупорная глина. Огнеупорная. То есть я могу ее спокойно ставить на огонь. Да. Между прочим, самое интересное, я хочу сказать, и вам, дорогие эти зрители, что вот, когда мы в кофейне варим кофе на песчаной бане, там еще дополнительное излучение идет. Ты вот такого же эффекта, такого же вкуса, как готовится на песчаной бане, можно добиться дома, купив керамическую джезвех, или турка, и брик турческ, грек называют брикка, армяне называют сарджеп, это все сосуды для приготовления кофе, изобретенный в середине 16 века. Там, где когда, типа, Сулейман великолепный, все оттуда. Вот. И поэтому тут тоже она нагревается, но тут надо знать, потому что большая инерционность тепловая, поэтому надо знать, когда снимать, чтобы оно же тихонечко проходило. Мы с тобой проводили эксперименты. Но это вот молочно, не молочно. 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 Что такое молочно? Ко всему прочему, еще и молочно. Молочно. Что такое молочно? Это тоже молочно, да? Да. Чашка. Так, что такое молочно? Ну вот сейчас покажу. Значит, после первого обжига керамика красная. Я после первого обжига окунаю само изделие в молоко, желательно 2,5-3% жирности, какое-то время держу в молоке, чтобы черепок пропитался. сразу чувствуется по работе, чувствуешь, когда черепок пропитывается. Высыхает и обжигаю в печи еще раз. Молоко превращается в активированный уголь. и когда, да, потом я еще и воском покрываю снаружи. Ну, то есть, в воске тоже там множество химических элементов полезных для человека. Вот, и ну, что, потом, когда наливаешь, пьешь, получается вкус разный. Я уже для зрителей простая керамика и молочная керамика. Для зрителей рассказываю, что, допустим, с чашки стеклянной кофе одного вку... Одного вкуса, да. Другой, да. Один вкус с чашки молочной уже другой. Вкус как бы более обогащенный. Ну, мы тогда говорили с тобой, похоже, что все-таки вот молочные жиры, казеиновые жиры, они превращаются как бы в активированный уголь. и как бы очищение, что ли, происходит. это методика молочная? Это очень древняя. Сложно сказать, кто ее изобрел, но я первый раз увидел, ну, пожалуй, так вспоминаю, лет 6-7 было у бабушки была такая керамика. То есть, на территории Бессарабии раньше тоже делали такую молочную керамику. То есть, это и на территории Бессарабии, Украины, России ближайших стран. У меня просто есть в коллекции кофейная чашка, украинская, которая задымливается в печи, зато она тоже черная. Такая тоже технология не используешь? Такую технологию я не использую. То есть, она у меня в экспериментах была. Это задымление, но называется как бы восстановление керамики. Это тоже очень интересная технология. Что значит восстановление керамики? Это допустим оксид меди. Оксид это будем так говорить ржавчина на железе. оксид меди зеленого цвета. И в печи на восстановление это закрываются все отверстия и забрасывается горючий материал. То есть, оно до этого уже запеклась? Она запеклась. Это будет вторичный ржавчин? Нет, не вторичный. Это может быть допустим 1020 градусов идет обжиг идет на снижение то есть, тысячу градусов 950 тысяч градусов идет обжиг закрывается все и из-за того, что прекращается доступ кислорода оксиды превращаются в медь. То есть, идет восстановительная реакция. Этот оксид медный зеленого цвета превращается в натуральную медь. То есть, он блестит опять вот этим бронзово-золотым цветом. Железо, то есть, почему она черная? Она превращается как бы в железо превращается оксид. Скажи, пожалуйста, по химии сколько у тебя в школе было? Четыре балла с натяжкой четыре балла. Но мне пришлось изучать. Да, и, конечно, ну, жалел, что надо же было учить химию. Так что, вот у нас черная керамика есть, и когда-то в старину у нас тоже делали. делали, У нас была, у нас колоражский район, вот эта часть, были мастера, кто делал. В музее этнографии, кстати, есть вот работы именно тех мастеров старых. то есть, у нас тоже керамику делали по регионам. Юг, север Молдовы, да? Центральная часть, было много керамистов, ну, я лично знаю, в Юрченах было очень много керамистов, потом север Молдовы, он генский завод. А я был в заводе когда-то. В свое время он, ну, пожалуй, не только в Советском, территория Советского Союза, но и в Европе пользовался, ну, популярностью. Хорошая глина, хорошие мастера, хорошие гончары. Насколько мне известно, то же самое. Глина тут молдавская? Это молдавская, да, глина. У нас, вообще, наш регион, он славится глиной, у нас хорошая глина. Именно красная, железистая глина у нас, во-первых, она поддается обработке, хорошо на гончарном круге, поддается вот вытягиванию, формы делать. И цвет красивый у нее, много железа, красивый цвет. Она сама по себе, она красного цвета. А что же мне кто-то говорит, что у нас привозят глину из Германии, завтра и глину привозят и все прочее. Ну, у нас привозят глину, да, но они все равно, они брали в Украине очень много. Почему у нас не подходящая глина? Привозят, в основном, белую, белая глина. Шаматированная глина. Вот огнеупорная. Вот это огнеупорная, это шаматированная глина, да? Да, она мелкий-мелкий шамотик есть. Она шаматированная, она выдерживает огневые удары. То есть она не трещит. На огне она не трещит. Но берут как бы сырье. Брали сырье на Украине, привозили в Германию. Фирма обрабатывает определенные добавки. Красиво упаковывает с картинками и обратно к нам присылает. То есть мы заказываем. Ну а вот глину, которая молдавская, где ты берешь? Молдавскую глину в ямке выкопал. А ты же всегда сам выкопаешь? Приготовил, конечно. То есть и надо специально готовить ее? Глину да, надо специально готовить. Но это отдельная история. То есть, ну да, гончар или керамист, художник-керамист, неважно, все равно. Нашел ямку, выкопал в карьере, выкопал глину. У нас, кстати, в Кишиневе были карьеры когда-то, вот, где Водолуводская от табачного кабината, наверх, с левой стороны, где гаражи. И там большой обрыв. Там когда-то был завод керамический и был карьер. Там выпускал, был цех по выпуску черепицы. Это же был филиал, вот, кирпичного завода. Ага, не знал бы это. Там вот, когда-то, это 19 век, там вот делали черепицу. Именно вот была наша черепица, мол, она выдерживала около 50 циклов. То есть, 50 лет она свободно, ничем не покрывалась. То есть, хорошая глина, хорошая испекаемость. Вот я там много раз брал, часто. А сейчас? То есть, сам готовишь, и сейчас тоже. Ну, там нужно находить места. Но все равно глину берешь, высыпаешь, и она 2-3 года должна. То есть, небольшая кучка, делаешь несколько таких куч. Солнце, воздух, дождь, вода, мороз. Она должна подвернуться вот такому разложению природному, на воздухе. И потом, я уже беру, ее готовлю, очищаю, замачиваю, оставляю на неделю-две, чтобы в воде, в глине появились какие-то биологически разлагающие глину. Животные, даже живность. Кофе пить. И потом уже что? Ее процедил на гипсовые плиты. Гипс впитывает жидкость. В ванну, да? Да, в ванну. И потом, получается, вот консистенция пластилина. И работаешь с ней. А печки у тебя электрические? Или у тебя есть дровяные? У меня электрические, но хочу построить дровяное. Это вот мечта. Это лучше получаться будет, чем вот что-то вот? Или это без разницы? Там есть температура и все. Ну, здесь, ну, нельзя так говорить, лучше или хуже. Просто в дровяной, допустим, будет интереснее и легче. Ну, пожалуй, интереснее. Может получиться вот эта дымленая керамика. То есть, восстановительные процессы. Вот в дровяной это будет интереснее. Хорошо. Ну, и мои любимые японские гончары, керамисты, они практически все работают на дровяных печах. То есть, вот именно натурально. А газовые печи тоже есть? И газовые печи. Вот, хотел и газовую печь, но... Ну, да. Это нужно помещение огромное, чтобы и газовое, и электрическое. Ну, да, и чтобы ты мог сразу и дом отапливать, да, все вместе. Печь-то отапливать? Можно отапливать дом? Интересно. Нет, нет. Как-то построить? Ну, немножко газовый дед. Нет, нет, я просто читал когда-то. Это год какой-то там... Ну, конец прошлого тысячелетия, да. И там где-то еще в советское время, там в Баку строили экспериментальные... Был под Баку какая-то была выставка. Строили экспериментальные дома. И там был дом какой-то канадцев, который был двухэтажный, в 12 комнат. Он отапливался одной буржуйкой. Так были воздуховоды продуманные, рассчитанные, чтобы полностью любой теплый воздух заходил в каждую комнату и все отапливал. И одна буржуйка отапливала этот дом целиком. Ну, что... Это интересно. Ну, да. Ну, к сожалению, есть нюансы. То есть, химией дышать не совсем. Именно на 600 градусов начинается. На 600 градусов, когда глина, вот этот первый переход из зеленого состояния или серого в красный, это вот 600 градусов. Ну, есть немного выделений газа. Ну, так, будем так говорить, не совсем полезные для здоровья. Вот. Так что... Ты молоко за вредность пьешь. Ну, я же дышу молочную керамику, когда она обжигается. А ты помнишь свою первую работу, когда ты сделал свой первый... Вылепил там кувшин. Что ты сделал первое? Помнишь это? И почему вдруг ты решил начать работать с глиной? И вот почему... Как вот это? Помню. Это вот именно вот 76-й год, когда я нашел пласт глины, и у меня в руках была Трипольская богиня. Я ножичком вырезал из этого просто плотный пласт глины. Вот есть такие, очень плотные. И вот ножом вырезал, как по дереву, вырезал эту богиню. А ты до этого с деревом работал? Или тоже есть? Ну, в седьмом классе нет, но я прошел такие стадии от... Ну, даже не знаю, от рисунка карандашом, и декоративное оформление, и социобязательства. Нет, в школе комсомольский прожектор, молнии. Мы когда встречались... То есть, а рисовать когда ты начал? Ну, вот в школе, да, там третий класс. У меня пошло сразу и легкая атлетика, и рисование. Рисование победило. Мы на встрече с одноклассниками, ребята привезли плакат, ну, ватман такой большой, на котором и привезли те ребята, кого я рисовал. Дергали девочек за косички. И они сохранили, сорвали тогда. Но сохранили, да? И сохранили, вот до сих пор сохранили. Это, конечно, был такой сюрприз для меня. Именно вот прошло 20 или 30 лет, уже не помню, вот там эти рисунки. То есть, твоя творческая жизнь, вот как после школы, как ты начал в седьмом классе вот это делать, вот это все длится, ты никуда в стороны не уходил, вот нет? Издательство Аштейнса на Маконе художником-керамистом. Вот, потом уже сам стал работать. То есть, вот... А на Маконе еще цех работает? На Маконе вот сейчас, нет, художественный цех закрылся, уже года два не работает. И сейчас уже, по-моему, все цеха уже на стадии закрытия. Вообще, по этому, Ира работала тоже. Да, да, да. У нас очень серьезный был коллектив. Мы... У нас был очень серьезный подход. Очень серьезный. Мы сделали много выставок, множество выставок было. И на Малдекспо, где мы с тобой, кстати, и познакомились. Да, да, да. Переходили с одной выставки на другую. Так, давайте сейчас перейдем все на рекламу. Дорогие друзья, пожалуйста, не переключайтесь, потому что, вот видите, какое богатство, нужно все на всем рассказать. Это красиво. А пока о рекламах на 21-м. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что вы не переключились. Мы продолжаем наш вечерний разговор с Иваном Приведюком, который художник-керамист. Еще раз говорю, что вот на прошлой неделе началась, и до января она будет. По 22 января. Вот выставка, персональная выставка Ивана Приведюка, которая происходит в музее этнографии, где выставим все его работы. И вот в руках я держу тарелочки. Это тарелочка, это что? Вот с этим. Это помолвец. Помолвец, да. Это дерево жизни. И вот это тоже тут помолвец, да? Да. А вот это помолвец, это дерево жизни. Это орнамент молдавских ковров. Да. А это просто? Это красная глина, керамика. И я вот сделал как раз именно по мотивам. У меня давно была эта идея. И я сделал на первую тарелку, размер 46, диаметр 46-47 сантиметров, я сделал на выставку керамистов в Юрчене. То есть это уже 30, по-моему, 33 год проводилось подряд, но исключая пару лет. Это когда вот этот мир Тиму Ивамедов приезжал тогда, да, с Азербайджана тут, помнишь? Да. В Юрчене, да? Да, да, да. Ну, это второй воскресенье сентября. Да. Вот. И мы там каждый год встречаемся, именно керамика. Вот. И у меня была мысль, вернее, не мысль, это была экспериментальная первая тарелка, вот, ну, большого размера, но она сделана не, я не вырезал, а сразу нарисовал. И, ну, такое... То есть это не штаб, это ручная работа все? Это все ручная работа. Можно вот любую из этих тарелок? Да, пожалуйста. То есть здесь она резная. Резная, то есть фон один цвет, резная, покрыта глазурями разными. Это глянцевые глазури и матовые. И там еще добавлял оксид меди, красное. Вот. А на той тарелке у меня была гладкая, то есть только рисунок был. Специальными инструментами я просто нарисовал кистями, калячницам нарисовал. Чип-чип. И, ну, груша-калячница. То есть такие маленькие груши с иголками, с трубочками. И вот нарисовал. И, конечно, было волнение небольшое, потому что не было запасных обжигов. Волновался, что сразу, чтобы у меня получилось. Ну, сразу. Чтобы не пережигать, что-то не поправлять. Ну, когда открыл печь, конечно, я ожидал красиво, хорошо, но иногда шучу, говорю, говорят, вот красивая работа. Я отшучиваюсь, говорю, сам в шоке. Ну, вот я был на самом деле в шоке, потому что получилась именно вот такая вот художественная красивая. Знаете, вопрос себе задать интересный. Значит, у тех, кто, у обжарщиков кофе, есть такая поговорка, что ты пока там типа 10 килограммов кофе не сожжёшь, и себя хороший обжарщик не получится. Правда, я, честно говоря, не сжёг. Правда, я жарю на автоматической машинке, на автоматической, которая не даёт сжечь. Это автомат полнейший, да. Но у нас тоже, в общем, свежевжаренный кофе. Вот, тоже такое, свежеприготовленная глина. Вот, всё. Ну, да. Продукт, да. Кофевия, живой кофе. Так вопрос не об этом. Вот, ты сколько тарелок, какой процент, ты уже, ну, как они у тебя разлетались в печи, большое количество, вот, когда ты учился это всё делать? Ну, вообще-то в керамике красной, то есть 10% это не предел. Бывает больше, бывает меньше. И даже сейчас бывает брак? Бывает, конечно. А из-за чего? Руки-то уже всё умеют делать. Бывает, ну, бывает, если начинать от начала, бывает при сушке, время сушки. То есть это может быть любое, сквозняки, не вылежилась глина, ну, может быть, в спешке. Ну, бывает даже, даже, наверное, энергетика, если ты в настроении что-то делаешь, может разлететься. Может быть, даже, ну, в это трудно поверить, но были случаи, когда у меня заказывали, определённые люди заказывали, и не один раз. И для них очень сложно делать. Или трещина при сушке, или трещина в печи, или склеится, или потом вытаскиваешь из печи, что-то упало, уронил. Вот, то есть вот такие вот нюансы, и вначале я удивлялся, но потом я знал, что так происходит. Ах, подожди, тут у меня, знаешь, как, рояль в кустах, смотри. Кстати, он насущный. Да-да, вот, насущный. Вот этот вот, это Пуровер, Мелитый Бенц, который, я когда-то его уронил и разбил. А я знаю, что ты увлекаешься, посмотри, пожалуйста, вот, я знаю, что ты увлекаешься такими вещами, как при помощи какой-то японской технологии, как называется, вот я знаю, ты это рассказывал. Японская технология кинцуги. Кинцуги, да, это называется. Ну, японцы не выбрасывают битые вещи. Ну, вот поэтому. Преддают ему. Вот сразу, видишь, перед всей страной. Ты её сделаешь? Твой Пуровер легко. Ты сделал? Всё, окей. То есть, твой Пуровер легко отделался. Ну, японцы склеивают, даже вот из мелких кустов, склеивают золотым лаком и кое-где подправляют. То есть, и придают вещи вторую жизнь. И кто-то ещё дополнительный, надо ещё приобретать дополнительный. То есть, Пуровер будет жить, всё. Я это сделаю, это сделаю, даже не сомневайся, сделаю красиво. Но, чтобы у тебя производство не проставил, не проставил, я тебе такой же Пуровер подарю. Ух ты, спасибо тебе большое. Это я сделал. Это ты сделал, да? И, по чему, самое интересное, я тебе расскажу историю Пуровер, это придуман, вот этот Пуровер, наливай сверху, значит, это метод фильтрации кофе, то есть сюда кладётся бумажный фильтр. Это на работе, очень удобно. Да, это придумано, значит, это Эмилита Бенц такая, 1903 год, немцы заваривали кофе в таких больших кофейниках, кофе был с гущей. Вот. Значит, в большом кофейнике наливали, в кофейнике, значит, самые там гущи. И она устала пить кофе с гущей, и она просто-напросто взяла железную банку, в ней пробила гвоздями дырки, сверху у сына забрала промокательную бумагу. Для тех, кто... Ну, я думаю, что огромное количество наших зрителей даже не знает, что такое промокашка. Ну, практически салфетка. Это салфетка, да, это фильтр. То есть это была специальная такая, была промокательная бумага, которую, когда мы ручками писали в школе, я это устал ещё чернилями. То, чтобы ты не напечаталась, надо было промокнуть, и чернила впитывались в эту бумагу. И вот таким образом родился первый бумажный фильтр, и сейчас компания Милита Бенц является, по-моему, самой большой компанией в Европе, производства фильтров и для кофе, и для пылесоса, и всё прочее. И вот они через несколько лет стали очень богатыми, не спецмужем. Вот это вот, и теперь это всё название Милита, вот этот Пуровер, это Милита, это Германия. А сейчас такими вещами увлеклись японцы, и их Пуроверов огромное количество, с различными отверстиями. Ну, они очень удобные на работе. Да. Кофе, сколько там, ложечка, две, салфетка. Ну, да, там две, там есть специальный, желательно специальный чайник, желательно. Ну, думаю, что да, можно и так. Можно, ну, в принципе, да. Мы же пьём чай тоже не чайная церемония, а налил водичку, чай заварили. Ну, так, во-первых, есть чайная церемония английский, есть китайский, гийский. Турки придумали ещё специально, знаешь, турецкий чайник, они специально придумали... Стаканчик. Ну, значит, не только стаканчик, они специально подчифиривается чай там, потому что у них же чай растёт на верхней границе субтропиков, и он, конечно, не может сравниться с цейлонским чаем, который растёт в идеальных условиях. Ну, да. Ну, они придумали свою технологию заваривания. А я помню ещё маленький, у меня же моя мама, моей мамы, бабушка, она из Сталинграда, из Голгорода оттуда. И даже, по-моему, роскосые такие скулы были, восточные, значит. Так вот, они там пили колбыцкий чай, это такие брикеты огромные, там и с молоком, и даже это жир кладут. И поэтому... У них свой чай, да. Ну, да, свой чай, свои технологии. Я пробовал тот чай, но не совсем похож. А пока мы пьём с тобой кофе. Да, пока мы кофе пьём. Слушай, а как это вот эта технология? Катсуги, да, называется? Кинцуги. Кинцуги, да? Да, очень интересная технология. Это специальная смола, смешивается с золотом и склеивается. Ну, это интересная технология. И кто не считает, что битая посуда дома, это плохо, то, ну, я не хочу советовать, но просто как попробовать сделать. А где это купить? Можно ингредиенты, чтобы делать? Ну, такой лак, конечно, мы у нас не купим, но я беру обычный, можно даже акриловый лак с золотом. Да, есть там 6-7 видов золота, акрилового всевозможных. Обычным клеем склеил. Клея тоже разнообразного достаточно. Склеил, высохло. И то есть, получается, полоска такая, типа золотая. Да, вот именно эти полосочки акриловым. И они придают, придают люди шарм. Конечно, да. Ну и позже. Золотистая полоска очень красивая. Не, ну, понимаешь, я вот эту штуку разбил тогда. Я так думаю, ну, я шел на передачу. И вдруг я разбиваю этот поровер. Когда Прокофьев ввел передачу. И вот этот поровер. И вот почему ты его тогда не выкинул? Ну, ты знал, что мы встретимся. И ты сможешь его восстановить. Я тебе его сделаю. Хорошо. Значит, что вот я еще слышал, что у тебя есть такая интересная технология. Кристаллы. Это читал в Фейсбуке там. И вот насколько я понял, это вот эти вот вещи, да? Что это такое? Да. Если отвечать на твой вопрос подробно, с расстановкой, с, как там говорят, с толком, с расстановкой, то-то, пожалуй, мы... Будем до утра разговаривать. Кофе пить, да, до утра будем, да. Технология, ну, сложная. Я давно хотел... А кто ее первый начал делать? Это те же мною любимые японские генщины. А когда-то, это 19-е, когда-то, это считалось вообще, то есть, как бы, ну, не то чтобы отходы производства, но я имею в виду, когда при обжиге... Да. Что значит отходы? При обжиге... У меня сейчас та же история. Под, допустим, под этот кувшин, я возьму вот этот... Более-то яйцо, здесь более... Под каждое изделие ставлю специальную тарелочку, и она стекает, глазурь накладывается очень толстым слоем, и стекает, если без тарелки, то по плите. У них вначале такая же история была, когда были пережоги, стекали глазури. Но у них тоже обжиги непростые совершенно. Они... Высокие температуры, выдержки всевозможные. У них стекало, и здесь росли какие-то кристаллы, то есть, на вот этих плитах. Ну, конечно, их отбивали и выбрасывали. И потом у некоторых японских художников, керамистов появилось изделие, те кристаллы вырастить на изделиях. И пошла вот эта технология. На сегодняшний день в мире, ну, около 15 человек, кто профессионально выращивает кристаллы. Какие из них ты? Один из них я, но даже я скажу, что, ну, может быть, нас 5-6, кто... Ну, с кем я так непосредственно знаком, и кто, ну, выращивает, то есть, владеет техникой в совершенстве. Ну, конечно, кристаллы, их невозможно приучить, в принципе, как и всю керамику. Ну, вот скажу, что сам кристалл – это чистейшая химия, это тетраэдры, эктаэдры, это полудрагоценный камень, который растет в горах в течение тысячелетий, а я их выращиваю за 20 часов. 20-22, то есть, в зависимости от идеи, что я хочу получить. Вот если взять вот это яйцо, это символ жизни. Здесь диоксид титана, кварц, велимитовые глазури, оксид цинка, который вот и дает толчок развитию зародышей кристаллов, и оксид меди, карбонат кобальта, оксид кобальта, ну, и есть еще несколько красящих материалов, то есть, это все оксиды. И это все на атомном уровне. Электроны, они поднимаются вверх. Они сейчас работают. Они поднимаются вверх, берут энергию от софитов, опускаются вниз, передают свою энергию оксидам, вот меди, кобальта, и те уже благодаря этой энергией излучают вот свет. То, что улавливает наш глаз. То есть, ну, это если так вкратце. Изучал я, конечно, химию. Я вот до этого сказал, что у меня, ну, была четверочка, такая слабенькая по химии. Пришлось изучать химию. Органическую и неорганическую, или все вместе? Это было и неорганическое, и органическое. И я в такие дебри, диссертации залезал, что, ну, сейчас, если бы мне сказали, какой я путь пройду за эти два года, я бы, наверное, не взялся. Потому что химия одно, это один такой порог был. Достать материалы, именно достать. Не пошел в магазин и купил, достать. Материалы, именно химические элементы, всевозможные, я собирал по всему миру. То есть, это почта, это посылки. Самая далекая страна, откуда ты получал? Ну, если считать Америку и Китай далекими, наверное, ну, со всего мира. То есть, с других. Урган есть такой же кто-то такой? Нет. Венгрии, Украина? Нет, нет. Я скажу. В Калифорнии два человека. Еще где-то в Америке, то есть, есть пару человек. Европа, в Британии, в Испании. Очень хороший. Вот именно. Химик, керамист и гончар тоже. Вот я с ним переписывался, то есть, какие-то он мне советы давал. Но он давно уже этим занимается. И, ну, что еще в России, в Вильнюсе один есть. То есть, тех, кого я знаю, так по интернету, ну, человек 15. Общаюсь с пятью, шестью. Ну, у нас есть группа, мы там общаемся. Кто-то делится своими секретами, обмениваемся какими-то секретами. Но идей очень много у меня. То есть, это, я считаю, что я, наверное, сделал первый шаг в выращивании кристаллов. Вот это тоже, как это кристаллы, да? Да. Ну, я вот постарался сделать в таком, ну, кувшин, в таком молдавском стиле. Ну, вот что примечательно, кристаллы на высоких температурах, когда я работаю, как срез дерева. Вот центральная часть, это эти четыре часа, один цвет, при 1100. Потом опускаешь на 1050, вот здесь полчаса, да. Полчасика уже другой цвет, потому что на 1050. Потом опять поднимаюсь на 1080, уже другой цвет, вот он светлее. И вот благодаря вот этим прыжкам и выдержкам температуры, я их выращиваю. И они дают разные цвета. И когда опускаюсь ниже 1000 градусов, на 800, уже рождаются еще колонии. То есть, вот эти вот мелкие рождаются при низких температурах. Подожди, такой вопрос. То есть, ты когда планируешь, вот этот, ты говорил, что ты прорисовываешь сначала, ты можешь предвидеть, какие будут пятна, где будут или нет? Я предвижу, но не всегда я получаю то, что предвидел. То есть, вот эти кристаллы, они, они могут быть, их может быть много, их может быть мало. Но это от тебя зависит, или от тебя ничего там не зависит? От меня зависит, конечно. То есть, температуры определенные, если я хочу много кристаллов, я, допустим, выдержки наверху, 1250 градусов, даю, допустим, не длинную выдержку, а коротенькую выдержку. Тогда у меня будут заселена вся, допустим, весь кувшин будет заселен кристаллами. Если выдержку больше или выше, у меня стекает все ниже в тарелочку. И, опять же, на, предвидишь, кобальты, они тяжелее. Для них нужна больше температура. Для меди меньше температура. То есть, каждый материал имеет свой подход. Но, я их не рисую. Не, я понимаю. Они сами растут. То есть, вот, если бы я еще... Это желтый, пожалуйста, это яйцо. Сейчас я вот покажу на этом. Вот, если бы я еще минут 40 держал ее в печи, то вот этот мелкий, он бы вырос вот таким стал. То есть, это... Они вот на мелком, это никель. А там что? Там оксид меди. Больше, в процентном отношении больше оксида меди. Оксид марганца. То есть, вот этот коричневый цвет, это оксид марганца дает. Оксид меди зеленый. И белые, это эльминит, коалины. То есть, но они в обжиге они разделяются. То есть, вот кристаллы отдельной группы, фон идет отдельно, и вот они на этом фоне вырастают. Так же и на никеле. Вот видите, вот... Он дает голубой цвет, да? Да, вот температура. Вот на высоких температурах, это самый первый, начал расти. Потом при изменении температуры вот получились такие вот как косточки. Вот. появляются такие как танцующие девушки, вот платья такие разлетающиеся. То есть, вот он, вот такое вот никелевое яйцо. Кстати, это подарок для студии. Ого. То есть, это символ жизни, символ возрождения, символ благополучия. Я уже передам руководству канала, чтобы он всегда стоял. И вот тут пусть он стоит вот так теперь тут, и чтобы оно было именно символом жизни. Да. дальше. А вот это что такое? А, это тоже делаешь? Это тоже кристаллы интересные получились. Она, это я делал первые на елочные украшения. Вот я делал. То есть, это уже заливал в гипсовую форму. Они достаточно легкие, около 120 грамм. Но вот здесь вот фон. Тут я, то есть, видите, темно-синий фон. Видишь, темно-синий фон. И вот кристаллы я постарался вырастить очень крупные. То есть, вот они. Ну да. И держал при достаточно высокой температуре и долго. И вот они росли. То есть, крупные кристаллы, это больше 20 часов они у меня стояли. и за счет вот высоких температур они уменьшаются. То есть, обжиговая усадка здесь около 12%. То есть, они были намного крупнее. крупнее, да. А какой вот, ты мне хотел задать такой вопрос. Какая разница между гончаром и художником-керамистом? Вот это мне интересно тоже. Гончар, гончар выкопал ямку, нашел, заготовил глину и выкрутил бурлуй, предположим, бурлуй, кувшины. То есть, предметы утилитарного назначения. Бурлуй, кувшин, горшочки для жаркова, там, борщ, козуты, карни. То есть, вот то, что нужно в хозяйстве. То есть, выкрутил, срезал, все. Ну, на гончарном круге можно там, две-три полоски каких-то сделать. Художник-керамист уже, то есть, делаются и такие вещи, но начинаешь с эскиза на бумаге, и уже заканчиваешь тем, что ты, когда у тебя уже бурлуй готовый, ты его начинаешь декорировать. То есть, притворяешь свою идею на самом, в данном случае, на бурлуй. Тут тоже молдавские мотивы? Здесь, да, здесь трипольские. Трипольские, да, мотивы? Ну, у нас много орнаментов перешли из Триполя. Не только у нас, вообще в мире, много орнаментов перешло из Триполя. Я вот пользуюсь, у меня также вся керамика, вот потоки энергии, это у меня стилизованные плодородия. Вот этот орнамент, это преодоление, это горы. Символизирует преодоление трудностей. Так у тебя получается все даже бурлуй все не с символикой? Все с символикой. И оберег. Мой любимый оберег, я на всех ручках вот его рисую. Это что? Это ромбик. Ромбик, это? Ромбик, то, что у детишек на головке, вот у годовалых, у них такие ромбики. То есть, вот эти, вот чем отличается? То есть, практически это гончар, если будет рисовать. Но я скажу, что гончары 19 века, те старые гончары, они просто покрывали свинцом. Посыпали свинцом само изделие. Но свинец это вредная штука же. Или когда он запекается, это не страшно? Свинец, ну да, когда я обжигаю, если я дышу, да, мне вредно, но когда он уже, то есть, он уже положен, обожжен, у него никаких, то есть, он не выделяет никаких вредных веществ. У меня много вещей есть старинных, именно покрытых свинцом, но люди пользовались. Ну да. И умирали не от этого. От жизни, да? Ну да. Это да. В общем, я хочу рассказать интересное, что умирали в начале 20-го века. У меня есть реклама, это варшавской кондитерской, сейчас это именецкий угол, и угол Штефла Чалмаре, там же был кафе Днестр, там был Нистру, этот самый, Грихилс Нистру тоже было все там. Сейчас там, по-моему, Энди Спица. Так вот, в 16-м веке значит, телефонная книга Хишинева, она была вся испущена рекламой этой варшавской кондитерской. И там, значит, были такие леденцы от кашля и жажды иллюзионные и цветочные. Ну, цветочные я понимал, что-то там с вкусом промашки, там все такое, прочее, а иллюзионные. Оказывается, в начале 20-го века кашлячили кадеином. И были такие леденцы с кадеином. Поел, и у тебя сразу стало хорошо. И у тебя появились иллюзии. Люди там так тоже ели на свинцах. Им очень много свинцовых посуд же было, да, вот это вот? Ну, глазури, глазури, как таковых не было. Вот трипольца, у них натуральные, у них не было глазури, они окрашивали натуральными растительными вот красками. Вот я сейчас вот черепки, когда берешь, окрашены натуральными красками. Но вот есть черепки, которые не покрыты вот этим вот вековыми слоями, все-таки это четвертое, пятое тысячелетие. И есть рисунок, просто очень аккуратно нужно снимать вот этот слой, есть небольшой слой. и если так хорошо тереть резиночкой, эластиком, то немного стирается вот этот цвет, эта краска. Я думаю, что она не стиралась, но, видимо, от времени. Ну, так, 500 лет пролежало. да. Но вот они вот использовали. Трипольская культура это какой век? Это четвертое, пятое тысячелетия до нашей эры. Потом уже более молодая на нашей территории тоже была черняховская культура. Это вот черная керамика была. То есть, вот это вот, можно говорить, черняхового стиля нет? Ну, это глазурями покрыто. У них не были покрыты глазурями. Использовались другие технологии, в том числе задымление. Это вот часть правого берега и левый берег. Берег Днестрата, черняховская культура очень богатая, незаслуженно, наверное, ну, забытая. Очень богатая. Интересная, очень интересная керамика. Опять же, есть в нашем историческом музее много интересного. И в этнографическом, кстати, вот, там есть и трипольские, также, вот, на первом этаже. Моя керамика, воля и судеб, на первом этаже. Она рядом доходится с трипольской культурой, да? Да, экспозиция керамики. Есть витрина, когда входишь, большие, огромные вазы, трипольские. И тут уже идет моя экспозиция. Кристаллы разделены на несколько витрин и кристаллы, и молочная, и черная керамика. Хотел, пользуясь случаем, я работником музея, девочкам, кто мне помогал, хотел поблагодарить от всей души, потому что во многом благодаря им выставка состоялась, экспозиция состоялась, и все красиво выложено выставлено, сделаны фотографии, кристаллы увеличены. То есть вот как бы читали мысли друг друга, потому что кристаллы надо увеличивать, так невооруженным глазом не видно, не видна их красота, увеличена, есть фотографии. И хочу сказать еще раз им спасибо всем и за приглашение к тому, кто мне с отдела культуры материального наследия предложили с музея, предложили сделать эту выставку, и по окончании выставки последний день будет и распродажа. Кому приглянется любая работа, но могут приобрести. Это будет воскресенье, понедельник, 22-23 числа. Вот, что я хотел сказать по выставке. Да, выставка мне очень понравилась, очень красиво. Я думаю, это будет не первая выставка, потому что тебе есть что показать. Ну, будем надеяться. Есть идея. Но я знаю, что ты еще на винных выставках работал с этими со своими. Ну, туристы покупают это дело? Да, конечно. Много есть туристы покупают, но в последнее время больше наши местные за рубежом, кто работает. И звонят, мы по месседжу разговариваем, общаемся, заказывают, что они хотят. И потом родственники или они приезжают ко мне. Мы если лето, тепло, мы на улице на гончарном круге поработаем. знаю, у тебя есть усадьба, будет говорить так, Не усадьба, но уголок. Куда тебе приезжает экскурсия, и там дети, я тоже видел фотографии, дети начинают сами пытаться на круге гончарном делать какое-то изделие. Если коснуться этой темы, это тоже, если они разговаривать, до утра кофе пить можно. Я по своей сути волонтер. То есть я еще когда с волонтерами не работал, я все равно я с детьми работал, я с инвалидами работал. То есть это было неорганизованное сам. Такая терапия при помощи. Да, да, кстати, да. И вот у нас в Тагатино, я в этом году работал с пятью классами. В школе с пятью классами. То есть я сделал экскурсию, мы со всеми детками за гончарным кругом работали. Потом я эти изделия обжигал, покрывал глазурями, молочил, и детишки получили себе на память керамические, свои керамические работы, которые они подписали. А что они там делали? Ну, делали разные подковки, кто-то подковки, я предложил рыбку сделать, ну, я не ограничивал фантазии, делали кто, что хотел, но всех вместе, пожалуй, ну, тысячи-полторы у меня было вот изделий, которые вот они сделали. Бывает вот, было у несколько случаев по поводу терапии. В историческом музее девочка, я проводил там выставку, собирал всех друзей своих, не только керамика, у нас, ну, все было, и дерево, мастера были, и керамика, другие виды. Девочка на коляске с мамой, и я к гончарному кругу, говорю, давайте, ну, мать, говорит, не получится, все равно попробуем. И обе ручки в кулачках, вот так вот. И вот мы когда крутили с огончарным кругом, она так кулачками, и в процессе, ну, наверное, седьмой минуте, правая рука, ручка открылась, вот так вот. И мы крутили, уже эта правая ручка была открыта. Вот такая вот интересная вот штука. потом ее мать мне написала, что ручка не закрылась. То есть она уже может ей... Вот она так и осталась. Потом была у меня тоже, был случай в реабилитационном центре, потом мне этот доктор сказал, она снимала нас, когда мы крутили. У женщины ДЦП, с детства ДЦП, она с ней работала очень много, ноги уже нормально ходили. Единственное, что у нее было, большой палец не сгибался. То есть рука левая работала. И вот мы крутим, у нее вот так вот рука, вот так вот крутим, палец так, внутрь цилиндра не входит. И опять же там 10-11 минута, у нее пальчик раз, и пошел постепенно вниз. Смотрю на доктора, она снимает, у нее слеза потекла. Она говорит, я три года мучаюсь, чтобы пальчик вот так вот сгибался, не получилось. А вот за гончарным кругом на 15-й минуте. То есть здесь какие-то, ну я могу так предполагать, но я разговаривал тоже с докторами, видимо, все-таки на нейроуровне какие-то какие-то происходят процессы, какое-то частичное восстановление, какие-то экстрорецепторы все-таки работают. И это было, я не буду о всех случаях рассказывать, но несколько случаев это было. Но все-таки это арт-терапия, сейчас же много есть, и нейрографика, и детишки работают, и с пластилином, и всевозможные там, то есть очень много сейчас развивается. То есть мелкая моторика рук, это очень здорово. Это очень здорово. Это с дементными, работа с дементными, много работают сейчас, в Кидеме, особенно дневной центре есть, мастер-классы, работают с пожилыми. ну, несложно, так сейчас, это много надо перечислять, но много техник именно есть для работы с пожилыми людьми, с пожилыми людьми, даже вплоть до того, чтобы брать вот палочку и накручивать нитку. Левой рукой, правой рукой накручивать. То есть это уже такая профилактика деменции, профилактика Эльцгеймера. Вот это очень очень кофе, тоже хорошая профилактика. Кофе тоже хорошая профилактика, но, кстати, да, кофе же, кофейные зерна приклеивают на картины, там, пшено, еще что-то. Мы говорим, просто когда пьешь. Вот так и пьешь, и вот так вот в руках кофе мять. То есть это все мелкая анатолия. А сейчас пишут, что кофейную гущу надо вообще тоже есть. Ее так раньше в Судане ели, а сейчас рекомендуют есть кофейную гущу. Там очень много клетчатки. Это тоже помогает у кого с желудком съедать кофейную гущу, помогаешь лучше, чтобы желудок работал. Ну, вполне себе, да, как в отрубе, почему нет. Ну, да, вот так вот все работает. А ты не пробовал кофе, вот, брать, например, кофейную гущу, и, или она сгорит, конечно, там, может она дать интересный цвет? Кофейная гуща дает так же, как и чайная гуща, как и, вот у меня пробки окрашены, это пробка настоящая, то есть, это пробковое дерево. Да. Вот я окрашивал кофе. Чем? Кофе, кофейная гуща. А вот это кофейная гуща окрашена? Кофейная гуща, да? Я окрашиваю кофейную гущу. Собирать я гущу? Собирать. Да, между прочим, мы сделаем бартер. Вот в Англии там же начали что делать, они, эспрессо очень популярно, там же остается же, и они стали ее собирать, и выращивают на них вешенку. То есть, в мицелии так кладется, в эту, там, что-то соединяют, и выращивают вешенку. Я думаю, вешенка с кофейным вкусом, или без. Думаю, что да, вешенка сама по себе имеет свой вкус. Но думаю, кофейная все-таки. Ну что же, дорогие друзья, спасибо, что вы смотрели такую интересную передачу, эти все тарелки, как это красиво. Вот. Ну, если бы мы еще дальше продолжали, то, конечно, ну, говорю, да, до утра мы бы... Так нет, вообще-то, говорить это можно бесконечно. 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 Это так интересно, сколько... Ну, кстати, вот о тарелках, пользуясь случаем уже так, договорю, начатое, что их у меня целая серия, вот именно в этом стиле, и большие размеры. В музее это видел, если кто-то пойдет на экспозицию, сможет тоже полюбоваться, потому что разные, разные элементы декоративного орнамента, а именно молдавского. Я у девочек видел рисованные ковры. Ага, то есть ты берешь оттуда... Потрясающе. Даже рисованные, рисованные ковры, и настоящие ковры, вот старинные, у них в памяти компьютера забиты. Это что-то потрясающее. Я... То есть ты можешь это у нас коллекция ковров в мире одна из самых больших. И она находится вот в нашем... Если сделать такие тарелки, если можно и есть, получается? Конечно, можно фрукты положить и на стенку, то есть она такая, и у утилитарного назначения, и на стену. А большая, больше 40 сантиметров, там, конечно, можно... И плов. Я знаю, что еще ты... Ты таджины же делаешь, еще я знаю. Таджины... Это мы возвращаемся... Да. Таджин, таджин. Это марокканская кухня. То есть это такое блюдо с такой... Блюдо с такой крышкой, да. Спасибо, что ты задал этот вопрос, потому что для наших зрителей, соотечественников, кто не может есть жареное и вынужден питаться только паровыми какими-то блюдами, но они совершенно невкусные, то таджин очень рекомендуется, потому что там оно не жарится, оно томится. Благодаря... Кодус получается. Кодус-образной крышке и отверстию вверху крышки. Значит, отверстие регулирует давление, пара внутри, не дает жидкости выкипать. То есть лишний пар уходит, оставшийся пар, он конденсируется на стенках, по стенкам стекает вниз и мясо с овощами, они обмениваются, то есть они в собственном соку варятся. И получается диетическое, очень вкусное блюдо. Вот именно в таджине и можно наготовить на окне и в духовке. То есть таджины, то есть вот эти твои таджины можно ставить просто даже на плиту, ну газовую, электрическую? Нет. Электрическую, ну нужно прослойку давать, воздушную, то есть вот воздушную, чтобы не было прямого соприкосновения глины с... Или в духовку, и можно спокойно там готовить себе диетическую еду. Я знаю, что я пробовал в таджине, очень вкусно в таджине. Очень вкусно, да. И там нет воды практически. А ты дома такое делаешь? Да. Ты готовишь в таджине? У меня даже видео, у меня даже видео есть, где я сам готовлю. Но там, что вот, как интересно, что делается все-то, даже с мясом, вот без косточки, час сорок пять. Один раз через, то есть поставил на огонь, через десять минут открыл, перемешал все, закрыл и забыл. Через час сорок пять открываешь, все готово. И там воды нет. Дело в том, что марокканцы, они придумали таджин, для чего? Чтобы приготовить пищу без воды. Пустыня, вода, мало воды. То есть там достаточно одной ложки воды в начале. Вот. Она испаряется, продукты вот намокают. Потом уже идет выделение воды из самих продуктов. И они уже в собственном соку. А еще есть какие-то такие, вот именно гончарные, ну, горшочки, само собой? Гончарные, интересные изделия. Для кулинарии. Я называю умная керамика. Это вот турочки, это тоже умная керамика, потому что вот, вот как мы с тобой эксперименты делали. Наливаю, то есть горячую воду в турку, чтобы не ждать, пока вода закипит. Но снимаю с огня турку, когда вода закипела, и она рядом с огнем стоит, еще одну минуту кипит. Ну да. Перестает кипеть, бросаешь кофе, и как ты объяснял, до 92 градусов? Да, до 92 градуса заваривается. Она заваривается, то есть вот эти 5 минут примерно, это тот же эффект, что на песке. Ну да, тут, в принципе, есть же этот самый постоянный, ну, инерция тепловая тут. Ну да, вот она. Хотя, в общем, есть такой открытый бразильский метод, как дегустаторы кофе пробуют, и просто кидают в чашку с водой до 92 градуса, кидают кофе крупного помола, и так дегустируется кофе, между прочим. Ну что ж, еще раз спасибо тебе за подарок, надо будет приготовить тут кофе в этой штуке, я поделюсь, обязательно сделаю видео, и поделюсь с тобой, как я готовлю кофе в этом пуровере, в ручной работе. Да, отверстие, как в банке, делать не надо, оно уже есть. Ну да, тем более, ты брал какой-то V60, скорее всего, воронку, это харио, я на да, ну да, ты харио, нет, я имею в виду, потому что сейчас у харио, я смотрю, ты оказывается, даже читаешь, как и кофе готовить, потому что, в принципе, да, слушай, хорошо, а кроме этого, что еще? от жабены, от жабены, от жабены, да, от жабены, даже интересно было, я же прочитал, вот это тоже, самоналивайка, кофейная, то, что варят, феопская кофейная церемония, ну да, ну это первый, самый первый сосуд, джабены, джабена, уемец, свалили кофе, свалили кофе, да, но в нем, что самое интересное было, что мне понравилось, джабены, его, когда брал, вот так, вот, ну бурлуй, наклона большого не дает, а у джабены, вот такой наклон идет, то есть, достаточно отпустить, вот так вот, подержать, он уже сам наливает, то есть, ну вот, я говорю об этом, что, вот ты спросил, это умная керамика, я называю, хорошо, кроме кофе, хорошо, это значит, кроме вот этот, таких, таджинов, что еще есть, какие-то такие, в каких-то разных странах, которые ты делаешь, или ты не делал ничего пока? Скажу, значит, делаются еще, ну, кстати, я не знаю, откуда, я уже чертежи сделал, глина у меня уже есть, огнеупорная, хочу сделать для таджинов, мини-печка, то есть, вот такой цилиндр, сделать, то есть, топочка маленькая идет, решетка, то есть, все это керамическое, решетка, на которой будут угли гореть, и на ней можно будет приготовить втажение блюда, ну, это такой вариант, выехал на природу, ну, да, это микропечка, поставил, взял с собой уголь, ну, вот что-то приготовил на природе, можно, можно и шашлык на ней сделать, то есть, если диаметр, ну, я думаю, так, диаметр, ну, сантиметров 26, то есть, достаточно, чтобы вот шашлык, сейчас пошел шашлык, значит, есть слюнки, передача вечерняя, перед сном, если рекомендуют. есть много интересных идей, потому что, вот у каждого народа есть интересная керамика, вот если взять наш бурлуй, если у нас есть еще пару минут, я расскажу, не могу не рассказать, потому что, это очень интересно, это молдавская амфора, ну, во-первых, узкое горло, это, чтобы не при открытом сосуде, чтобы вино не окислялось, то есть, маленький диаметр соприкосновения с кислородом, вот, и когда-то наши предки, бабушки, даже дедушки, когда шли в поле, брали такой бурлуй и наливали в него, не буду лукавить, воду не пили, вино, но слабенькое, ну, около 12 градусов, да, внутри бурлуи не были покрыты глазурью, и снаружи тоже, то есть, обычной гончарной бурлой, наполняли вином, закрывали качаном от кукурузы, брали с собой в поле, если не было тени, бросали на солнце, и за 2-3 часа вино не нагревалось, если наливали его туда, ну, 15-16 градусов температура, то через 2-3 часа такая же температура оставалась, стенки намокали, тем вином намокали, испарялись, намокали, то есть, вот этот химико-физический процесс, вот, благодаря, что он, благодаря стенкам, бурлуя, вот, вино не нагревалось, вот это, это амфора, вопрос такой, тут внутри глазировано или нет? Внутри нет, это молодого, это чистейший. Я, к чему спрашиваю, значит, я вот читал, что, когда, если варить кофе в глиняный джезве, то тут есть нюансы, то есть, если оно не глазированное внутри, то если начнешь приобретать кофе с кардамоном, у тебя все, кофе с кардамоном будет пахнуть, потому что оно зайдет в поры, это да. То есть, а глазуровиной нет? У турки обычно не глазуруют, скажу почему, потому что, то есть, глина должна быть свободна от, ну, глазурь это стекло, расширение самой керамики идет к тому, что стекло треснет, оно не расширяется. Наши, почему вот болгарские, опять вот ты спрашиваешь, я делал такие болгарские, кетти, по-моему, или это грузинские, грузинское название, но форма у них одинаковая, толстая сковорода, большого диаметра, и ручки там делаются из металла. У меня, в общем, такая сковорода разбилась, я тебе отдам, и ты сделаешь туда эту самую такую штуку. Хорошо сделаю. Я вот недавно делал, значит, такие сковороды, сковородки, да, большие, они ставились на огонь, и там глина не была огнеупорная. Обычная глина, но она обжигалась на температуру, ну, примерно, я так предполагаю, градусов 720. То есть, 600 градусов, глина переходит, вот это состояние, становится красной, еще давали 100 градусов, для закрепления, все. Их даже не рекомендуется водой мыть, потому что они могут развалиться. То есть, получается, что именно определенная температура делает глину красной? Да. То есть, если есть изделие из керамики, не красное, то оно обожжено на более низкой температуре, получается, До 600 градусов. То есть, 500 градусов, 500 градусов, глина еще будет того цвета, вот как она, ну, может быть, немного посереет, но она еще не перешла вот этот уровень вот плавления глины. Она начинает плавиться и становится красной. То есть, железо, появляется железо, как бы вот это, тоже такое своего рода восстановление идет. Но почему 700 градусов, а не 1000? Потому что только-только начинает спекаться глина. И она на огне, она лучше расширяется. и она не трещит, не трескается. Потому что она получает вот этот огневой удар, и там все-таки кислород в этих порах, и она не трескается. То есть, это дает возможность пользоваться очень долго. Да, это и кулинар, и химик, и физик. Ну все. Мастер-тирамист. Вам приведю, дорогие друзья, большое спасибо, что вы смотрели. Я думаю, сходите, я вам рекомендую. До свидания, дорогие друзья. Спасибо, что пригласил меня. Всем удачи, и вам процветание каналу. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова